добрый день дорогие мои профессионалы и просто любители красоты с вами художный гример денякина светлана прекрасная модель анастасия в этом видео уроке на среднюю длину среднюю густоту рассмотрим легкий простой вариант прически тем не менее она классическая и шикарно смотрится на любых абсолютно волосах основа прически это ракушка поэтому буквально в три прихвата данная прическа выполняется самое главное предварительно вот так вот сделать объем и локоны текстурные красивые по форме выполнить локоны а затем не составит никакого труда собрать уже такие шикарные объемные текстурные локоны в ракушку так как это видео уже продолжение является а в уроке номер 40 я вам подробно рассказала и показала как сделать вот такой вот объемную укладку из текстурных локонов на анастасии подробно во всех деталях какой лак использовать какую плойку взяла по диаметру как в какой технике накрутку делала как делала разборку об этом подробно уже есть видео урок ссылка вот пожалуйста у меня есть поэтому для общего понимания предварительно все-таки посмотрите видео о том как сделать локоны и переходим в этом видео уже непосредственно и сборки прически так украшение я убрала вариант с локонами насти не понравился она хочет собранный вариант вот для тех самых клиентов когда они говорят но не знаю что хочу не знаю локоны распущенные оставить не знаешь а при собрать поэтому как раз вы можете сделать по этой технике локоны и если клиентка все таки хочет а может соберем волосы и вы говорите да давайте не проблема соберем для этого вы берете в расческу вилочка очень удобная расческа на одну сторону определяетесь какой у вас будет заворот ракушки слева направо или справа налево так как у меня слева направо то соответственно по правой части я прохожу полностью невидимками ряд плотно держащих невидима крест-накрест их можно но самое главное правило это основу прически поэтому пожалуйста пройдите с невидимками вплоть до кожи то есть головы чтобы невидимки касались и эта прядь была жестко зафиксирована потому что иначе ракушку просто развалится вторая линия фиксации идет уже на макушке то есть на макушке я прошлась тоже дугообразно только я не в этот период как бы сборки прошлась а чуть позже пройдусь на самом деле разницы нет всю массу волос делю на две части потому что за один прихват такая объемная достаточно масса трудно собирается поэтому половину ровно волос я отделяю вот я вам показываю и соответственно подтягиваю все волосы расчесывая расческой с вилочкой почему с вилочкой потому что текстура не портится остается вот такой вот рыхлый попрядно текстурной красивой и она дает общий объем в прическе соответственно подтягиваем и заворачиваю обратите внимание заворачиваю я на большой палец правой руки завернула и подтянула вверх за счет этого движения у меня получается быстро ракушка просто в одно движение на медленном повторе еще раз посмотрите а большой палец я оборачиваю прядь и подтягиваю вверх таким образом у меня получается заворот ракушки фиксацию произвожу уже на шпильки шпильки я подкалываю под те самые невидимки и соответственно она надежно держит весь объем волос естественно ни одной шпилькой подкалываем а надежно в ряд прям хорошо потому что это основа основу которая должна прям вот жестко держаться затем перехожу части той самой макушки где я вам показывал что дугой прошлась и проколола невидимки вот возвращаясь к этому моменту потому что могла я проколоть как раз зону макушки раньше но я ее сделала чуть попозже вот на данный момент мы главный принцип прически это две основы вы прокалываете вертикально и дугообразно затем я беру всю общую массу которую мне осталось волос и начинаю ее раскладывать по форме тут очень важно смотрите в зеркало с клиентом вместе как она хочет побольше чтобы прижать виски то есть или подтянуть их или более ослабленно сделать то есть тут уже все индивидуально насколько клиент желает ее больше объем не рыхли сделать или потуже еще раз повторюсь то что там внутри невидимки поэтому легко общую массу я опять же заворачиваю и не видно просто локонов очень много соответственно при завороте опять же подкалываю на шпильки шпильки под те самые невидимки и еще больше ее по форме уже стягиваю то есть как так как это локоны хаотичные локоны они настолько красиво и живо смотрятся в остатках вот такого вот распущенного хвоста из ракушки поэтому особо делать на самом деле ничего не надо вам вам главное вот заворот ракушки подколоть очень надежно так как макушку я оформила теменную зону лицевые пряди предварительно при накрутке поэтому соответственно мне с ними сейчас в данной прически не нужно работать я это сделала уже до когда выполнила разборку локонов поэтому я и сказала что основу прически это те самые локоны которые я накрутила разобрала и вот она основа есть мне осталось только сделать два ряда невидимок на которые я завернула ракушку и прическа собственно собралась форму единым самое главное по форме еще приподнимайте все-таки макушку ответить сейчас я не навязчиво тем самым все-таки и и примыть приподнимаю то есть каждый локон я еще больше взбиваю чуть-чуть расческой сдвигаю соответственно уплотняется масса и пучок приобретает более собранный такой вот вид так как конечно же у вас может быть стрижка ступенчатой лесенкой и свисков очень много свисающих прядь они могут просто не дотягиваться до самой ракушки поэтому естественно вы их подкалываете на невидимки уже где они заканчиваются незаметно в текстурной пряди подкалываем и общий вид делаем надежный то есть прически второй вариант у этой ракушки мог бы быть полностью заворот закрытый то есть не было вот такого распущенного хвоста полностью я могла даже завернуть и сделать ракушку текстурный рыхлый но всю закрытую как вариант покажу обязательно еще видео урок на эту тему потому что ракушка является все-таки основой у многих причесок это самый быстрый вариант еще раз повторюсь сборки а второе название классическое у ракушки это французский пучок поэтому когда я вам сказала что буду показывать вам пучок рыхлый на основе ракушки то не ошиблась многие подумают что пучок это совершенно другая техника это пучок есть пучок нет данная техника называется французский пучок с противоположного виска я также пряди все подкалываю потому что видите у меня по длине они есть короткие и потом я их на невидимки уже вовнутрь основательно подкалю чтобы они не высыпались но даже если где-то какие-то короткие будут в процессе дня высыпаться у вашей клиентки то ничего страшного на самом деле такая укладка еще смотрится интереснее то есть она живая она буквально вид создает что девушка сама в три прихвата ее собрала и вот так ненавязчиво красиво пошла на какое-то мероприятие и так как вам такой вариант прически быстрый легкой нравится не нравится пишите обязательно свое мнение в комментарии если остались вопросы вы также их можете задать в комментарии напишите мне в личку в контакте предварительно добавить друзьям что лучше идет анастасии распущенный вариант или в собранные волосы виде пучка также можете написать свое мнение в комментарии а для любителей инстаграма подписываемся ко мне в инстаграм потому что там я выкладываю все свои короткие видео уроки своим было художник гример день акина светлана прекрасная модель анастасия надеюсь что вам этот видео урок был полезен он быстрый легкий но я думаю вы ухватили основную суть прически благодарю вас за просмотр всем пока